Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще до встречи Субтитры делал DimaTorzok россию да а что там в украине ну расскажи мне что там в украине да 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 потому что я австралийка я австралийка я рождена в австралии зайка я гражданка австралии я рождена в австралии не зайка ну грубишь хуяйка ну ладно так уж и быть будешь ты слушай будь аккуратно мысли материальные может исполнится так слушай так а что там в украине происходит так а что там в украине происходит а чё ну то что ты мне хочешь сказать что вы обстреливаете украину я знаю так езди в украину а чё вы обстреливаете украину так езди в украину так а чё вы обстреливаете украину так сразу загорелась мне так подавается казаться что я за австралию как же съезде съезде в украину съезди в украина дочь ладно просто бы вас его настраивает настри класс а вы стримите кстати да ухты можно ваш канал ну ладно я россиянам не говори свой канал почему потому что страйкуют а я не буду страйковать слушай если верить прям всем россиянам ну то бесполезное откровенно говоря занятия нету нет у меня вера блять лимит доверия исчерпан дуэта смотря кто кому я уверен и вы тоже можете кидать кому-то страйки ну я я такой хернёй не занимаюсь у меня нет времени на это все этим занимаются другие люди ну блять не они мои подписчики ну не надо приписывать всех русских к таким людям не надо каким таким ну который кидаст треки слушай вообще даже если так на моем канале я не приветствую людей из россии потому что я отношусь откровенно говоря не хорошо почему все виной российско-украинская война с 14 года а при чем тут обычный люд ну смотри с оружием города заходит кто кто военные они же люд они военные иммобилизированные это тоже обыкновенный люд который вчера он программист а сегодня он сидит там я не знаю в в каком-нибудь танке еще что-то хочешь анекдот я не видел чтобы возили туда каких-то хиленьких по типу этих как они называются программистов что это за клише что программисты хиленькие просто вот и объясню туда берут только тех ребят которые могут воевать у которых есть на это возможность то бишь силовая возможность физподготовка других туда просто не берут так а при доме тут если человек программист это не говорит о том что он хиленький или еще какой я просто пример привел обычно ну вот программистам вот эти вот как программисты это клише это клише но я и делаю акцент это клише я привожу пример с этого клише программист может быть женщина может быть там и и мужчина там больше 50 лет и у меня например есть знакомые программисты которые такие довольно мощные мужики я же свелся на клише и ты поняла это клише ну а я когда тебе привела пример о том что программист это конкретный случай про программиста из москвы ладно ладно я тебе просто и говорю что хилых ребят не берут на войну программистов не берут на войну они если видят что это программист так мы же поговорили о том что это клише почему что что именно пришел хилые хилые программисты о том что программистов не берут какая разница он до того как стал программистом он отслужил в армии у него есть военная подготовка он находится в резерве все нет смотри прикол сам прикол программиста в случае военных действий как сейчас его же не будут брать на войну его лучше возьмут скажут вон иди и чем-то грамирует почему потому что это эффективнее когда сейчас нужен например человеческий ресурс а с вашей стороны на фронт призвано огромное количество людей так же самое как и у нас и у вас в некоторых зонах боевых действий велась именно стратегия забросать мясом там вообще без разницы нет откровенно говоря посмотри даже то я не знаю вот знаешь такой телеканал золкин впервые слышу блять вот у золкина ты мог бы посмотреть насколько хиленькие есть военные он он интервьюирует военно пленных и там можно посмотреть о том что это не обязательно все здоровые мужики бугаи как в каких-то американских блокбастера что нам все просто как дуэн джонс ландовая давай я тебе пример приведу ну ладно могут быть могут быть хилые военные но они не идут в авангард они не идут вперед никогда потому что от них нету смысл посмотри золкина блять что это что это такое телеканал владимир золкин он интервьюирует военнопленных я просто и не ли его там нужно как раз таки посмотреть о том как выглядят военные они не всегда это тоже это тоже клише о том что военные это обязательно вот бугаи типа там сталлоне скала дуэн джонс и так далее типа это в каком-то футуристическом киношном мире узнает это обыкновенное обыкновенные люди приходят в украину с оружием так и те же самые обыкновенные люди которые живут в россии не они же в этом виноваты что они идут воевать не они же в этом виноваты у вас есть такая статья в уголовном кодексе как исполнение преступных приказов чего блять еще думаешь я буду ебать за свой кодекс нахуй россии нет я тебе просто говорю о том что вот не они виноваты они могли отказаться если это не считают исполнением преступного приказа тем не менее они исполняют преступные приказы когда идут на территорию другого государства убивать людей захватывать чужие территории а ты мне рассказываешь о том что это не простой это простой это неприступный приказ а в чем же он неприступный в чем законность а в чем он преступный скажи сначала вот в чем он преступный смотри даже если от блин я не помню номер статьи там что-то про сейчас у меня сразу вопрос ты меня больше ютуб шорсы выкладывать и так далее война не интересно ты ничего не назвал статья 353 планирование подготовка развязывания ведения агрессивной войны срок от 7 до 15 лет то есть получается что это уже есть преступный приказ как развязание войны при том что официально если бы ваше государство хотя бы официально объявила войну это было бы законно а так как это не есть законно не объявлена война а это ведение агрессивной войны то это уже согласно вашего у к рф карается ну сроком от 7 до 15 лет то есть это есть преступный приказ блять ну какие может быть преступный приказ ну убиваешь человека ты преступник логично логично ты вламываешься в дом забираешь тому человека дом выгоняешь его из дома ты преступник конечно ты крадешь у человека вещи ты преступник блять ну хватит уже все россияне вот и россияне которые пришли в украину не преступники таких только что привела пример так блять это пример я тебе даже я тебе даже привела тебе закон горло блять статью гайру точнее понимаешь такая вещь как война она по сути и есть война просто набрай войну не объявляли блять посмотри в окно объявили войну или нет вы войну не объявляли украине война вы войну не объявляли. Вы побоялись объявлять войну. Нет, не побоялись, просто по*** были. Не, не по*** забыли. Это несет экономические последствия. Поэтому вы не объявляли войну. Потому что тогда, в тот момент, когда страна объявляет другой стране войну, прекращаются, короче, там торговли с другими странами. Короче, может нарушиться экономическая ситуация. Подожди, как это не война? Что это? Это специальная военная операция. Что такое специальная военная операция? Скажи мне, что это такое. не знаю это ваша выдумка какая-то специально военная операция расскажи мне что такое специально войны операция когда мы захватываем без максимум как сказать когда мы захватываем с минимальным как сказать слово сложное не помню время дохода это когда они не ломают и так далее а мариуполе что было собирают нужно ну мини с минимальными потерями давай посмотрим элементарно на бахмут блять подожди если бы мы видел со столь полежи секунду одожди видел фотография закончился я не закончил свою мысль ты меня перебила давай я продолжу смотри мы но мы не ломаем мы не так много ломаем как мы могли бы ломать мы могли бы разве зачем зачем ты видел фотографии бахмута как что это такое я не это получается украинский город который захватила россия освободила освободил вот который просто вот стерли с лица земли вот там нет города там руины это то что ты говоришь о том что там ничего не сделали так надо так на остальные города с минимальной потерей не хорошо мариуполь ну 100 тысяч погибших 100 тысяч погибших это минимальная потеря это 100000 это 100000 это мне он не вторую мировую блять это 100000 это мелочи эти это копейки вот реально в человеческом эквиваленте это копейки это меньше это больше людей нас не раз в 10 чем ты будешь знать за всю свою жизнь вот сколько я население в этом городе у меня блять я не знаю больше двух миллионов как город называется я говорить не буду но я посмотрю население сейчас они полтора полтора до новосибирск полтора миллиона вот это где-то это где-то вот ну три по пол района по вообще у нас районов до пиздец абсолютно ужасно 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 и знаешь и вот это нет я тебе объясню специальная военная операция смотри я тебе объясню в чем ужасно вот когда ты говоришь начало нашего диалога было а при чем тут простой люд так ты сначала спрашиваешь а при чем тут простой люд а через 10 минут диалога ты мне рассказываешь о том что 100000 человек это мелочи а это 100000 человек которые не прожили не прожили свою полноценную жизнь а ты говоришь что это что-то мелочи разрушенные города убитые люди в украине разрушенная судьба дети без родителей ну это это можно продолжать до до конца вы даже если положите здесь миллионы вам будет плевать ради какой хорошо просто это правда ваш оправдываешь специальной военной операцией не ладно подожди тогда смотри 8 лет конец и так далее вам вообще доперем было бы мы самые восемь лет как на вас что-то вообще пукнули в аху хорошо ну давай что происходило в донецке делала сел в донецке в украинском в что делала россия в украинском донецке и луганске что ее тут ее не было ее не было это что на каком основании россия начиная с пятнадцатого года в донецкой луганских областях выдавала российские паспорта потому что нахуй донецк это сейчас россия пятнадцатый год я тебе спрашиваю на момент пятнадцатого года она практически фашистская нахуй вы посмотрите что у вас люди говорят смотри я тебя спрашиваю это нормальный вопрос успокойся я с тобой спокойно разговариваю правильно а вот зачем меня перебили сейчас я хочу договорить свою мысль я ее уже забыл и говори свое спасибо хорошо давай так сейчас секунду ничего страшного смотри вот я тебя просто еще раз спрашиваю на каком основании в 2015 году россия выдает свои паспорта в украинском донецке потому что вы уже тогда это территория другого государства на каком основании на территории другого государства россия выдает свои паспорта ты говоришь о том что россии там нет мирное население обучения, российская программа обучения, на каком основании там была налоговая служба и так далее. Вот это вот все законодательные органы, законодательство тоже было российское в основном. Потому что народ так захотел. В 2015 году вы не признаете эти территории, говорите, что эти территории часть Украины. Только в 2022 году вы ждали пока, значит, как вы говорите, да, жители Донецка будут погибать. Нет, подожди, мы ждали, но при этом им помогали. Ебать, а что мы ждали-то? А я ж не знаю, вот я тебя спрашиваю. Что ждали? Блядь, не было возможности. Смотри, в 2015 году, в 2021 году погибло 15 человек. Из них, кажется, треть это эхо войны. Погибло от обстрелов. В 22 году вы такие типа, все, надоело. А в 15 и в 14 году, когда гибло больше, людей от военных столкновений, вы почему-то никак не реагировали. Вы поставляли военное оружие. Кстати, кстати, а почему, на каком основании оружие поставляли Донецку и Луганску? Чтобы они не сдохли, блядь. Потому что вы... Но при этом... Хорошо, вопрос. Смотри, вопрос, вопрос. На этот момент, на момент, там, до 22 года... Вот эти 100 тысяч жителей тебе... Зайка, смотри, смотри. Я не зайка, я медведь. Есть вопрос. Не признаете, что вы на этот момент эти территории российскими. Вы говорите, что это украинские территории. Но почему вы тогда поставляете туда вооружение? Они не хуйня украинские были уже. Законодательно. И ваш президент, вы признавали и говорили о том, что эти территории являются частью Украины. Знаешь, что такое слово? Ну, в этом вся Россия. А потом ты спрашиваешь, а при чем тут простой лед? А вот и при этом простой лед. Нет, я же тебе говорил про общение. Простой ватный лед. Я бы хотел ватный, нихуя я ватник, что ли? Маленький ватник. Я маленький ватник. Маленький ватник. Спасибо. За это не благодарят. Некотич. Ничего не знаю. Но разговариваю тупо клише оцими всими фразами из телека. Но ничего не знаю. Охренеть. Это просто охренеть. Жесть. Так. О там внизу есть такой пальчик до гори. Надо влепить пальчик до гори. Если не подписывайтесь, то подписывайтесь. И если не подписаны, то подписывайтесь. Будем следовать с вами разум. Жех! А что не жех? Конечно, жех.